Верховный суд запретил забирать жилье у добросовестного приобретателя. Весьма полезный для граждан, решающих жилищный вопрос, толкование законов произвел Верховный суд, когда разобрал спор о квартире, купленной на вторичном рынке. Известно, что у покупателя такого жилья нередко возникают очень серьезные проблемы. И одна из них ситуация, когда предыдущий владелец квартиры становится банкротом. Как правило, в этом случае квартиру могут забрать в конкурсную массу должника, а сделку купли-продажи признать недействительной, что чаще всего и происходит. С вами традиционно я, юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. А перед тем, как я начну, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк. А мы начинаем. Точно в такую историю попала и наша героиня. У нее через два года после покупки отняли квартиру. Две местные судебные инстанции посчитали это правилем, но Верховный суд с ними не согласился. Эта история началась несколько лет назад. Когда одна гражданка продала другой свою однокомнатную квартиру. Покупательница заплатила за 36-метровую однушку 9,3 миллиона рублей. Право собственности зарегистрировали в Росреестре. Но два года спустя продавщица обанкротилась. Суд начал реализацию имущества. Арбитражный управляющий попросил признать недействительным договор купепродажи жилья заключенной с нашей героиней. И арбитражный суд это сделал, признав право собственности на квартиру за прежней хозяйкой. В итоге квартиру вернувшейся прежней владелицы продали с торгов. Ее купил некий гражданин за 6,8 миллионов рублей. За день до подписания договора он вместе с арбитражным управляющим отправился посмотреть жилье. Владельца не оказалась дома, а соседи хозяйки не пустили мужчину в коридор. Вызвали полицию, позвонили родственникам собственницы. Тогда управляющий подал иск о признании нашей героине, утратившей право на пользование квартирой. А потом квартиру зарегистрировали на нового владельца. Что самое интересное, об этих перепитиях вокруг ее жилья наша героиня ничего не знала. Ей не было известно ни о банкротстве бывшей хозяйки квартиры, ни о прошедшем суде, его результатах и последующей продаже ее жилья. В итоге несчастной женщине пришлось вести сразу три процесса в суде. Оспаривать недействительность договора купли-продажи квартиры, собственное выселение, а также добиваться признания права собственности на жилье. И что же суд? А суд решил, что женщина была добросовестным покупателем, и квартира никогда не выбывала из ее собственности. Но оспорить торги и признать право собственности на квартиру в арбитражном суде оказалось сложнее. Сначала арбитраж признал недействительным результаты торгов, но апелляция это решение отменила. Там заявление хозяйки признали необоснованным. Суд решил, что торги можно признать недействительными, только при нарушении процедуры их проведения. А в случае с квартирой женщины их не было. Квартира на момент продажи нового владельца была включена в конкурсную массу должника. Суд округа согласился с таким подходом. Если передача права собственности происходит после регистрации, то это указывает в договоре. Пришлось нашей героине дойти до Верховного суда, и там с ней согласились. Вот главное, что сказал Верховный суд. Наша героиня стала собственность квартиры на основании действительного договора купли-продажи. Запись об установлении права собственности прежней хозяйки на квартиру недостоверная. Это значит, что управляющий не мог распоряжаться квартирой. А новый покупатель на торгах должен был как минимум осмотреть недвижимость перед покупкой. В сложившихся обстоятельствах его нельзя считать добросовестным приобретателем. Еще ВС напомнил о специальных правилах передачи недвижимости от продавца к покупателю, включая подписание передаточного акта и регистрацию перехода права собственности, которое делается в первую очередь. Если же передача происходит после регистрации, то такое условие указывает в договоре. В случае с квартирой из нашей истории управляющий и новый покупатель в соглашении этого не предусмотрели. Из чего следует, что акт передачи жилья новому владельцу заведомо недостоверный, сказал ВС. Ведь имуществом на момент передачи владел другой человек. Итак, суд решил, что права истицы нарушил не факт торгов и договоров с новым покупателем, а регистрация права собственности. Она была осуществлена безосновательно и привела к тому, что юридическая судьба квартиры была решена вопреки воле собственника, оставшегося лишь фактически владельцем. Сказано в определении суда. По мнению Верховного суда, права собственности нового владельца на квартиру никогда не возникало. Постановление судов апелляционной инстанции и округа полностью отменили, а определение первой инстанции отменили в части. Требование о признании права собственности нашей героини на квартиру суд направил на новое рассмотрение. Там суду предстоит привлечь в качестве ответчика последнего правообладателя квартиры, оценить его действия в рамках очередной сделки с имуществом уже в процессе суда и разрешить вопрос о признании права собственности первой покупательницы на спорное жилье. С вами был, как всегда, юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Оформляйте подписку на канал, обязательно жмите колокольчик, чтобы получать оповещение о новом видео. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!